МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С обзором основных событий этого дня в студии Ирина Нижалова. В бюджет региона на текущий год и плановый период внесены первые поправки. Изменения в главный финансовый документ округа были согласованы на внеочередной сессии собрания депутатов. В соответствии с поправками доходы окружной кубышки увеличатся почти на 6 миллионов рублей и составят порядка 14 миллиардов 250 миллионов. Вместе с тем на 59 миллионов увеличатся расходы бюджета. Они составят чуть более 16 миллиардов 320 миллионов рублей. Таким образом, дефицит бюджета Неницкого округа вырастет более чем на 53 миллиона рублей. Изменения в окружном бюджете обусловлены в первую очередь необходимостью приобретения административно-бытового корпуса у Наринмашстроя. На это потребуется чуть более 29,5 миллионов рублей. Благодаря этой сделке предприятие сможет погасить задолженность по зарплате перед работниками. Накануне внеочередной сессии депутаты окружного собрания побывали на объекте и осмотрели помещение корпуса. По идее батареи все целые, вода была слита, они не порваны. Там частичное восстановление, где-то что-то требуется, но не так. По самому помещению, то есть оно сейчас промерзло, в нем уже больше будет восстановление. То есть по крыше, по панелям, по утеплению, по швам, по восстановлению. Во-первых, ревизию большую надо делать. Да, двери сейчас все уведены. То есть они практически, если закрытые, то не откроются. Если открытые, то они уже не закрываются. Административно-бытовой корпус «Наринмарстрой» не отапливается с апреля прошлого года. На содержание трехэтажного здания у обанкротившегося предприятия нет средств. Имущество выставлено на продажу. Представитель управляющей компании «Наринмарстрой» убежден, если до весны не запустить систему отопления, ремонт здания потребует гораздо больших вложений. Еще одну зиму это здание не переживает? Оно весну не переживает. А, то есть даже весну не переживает? Ну, оно потечет. Да. Потому что дожди, нет, дожди когда, нет, крыша не плоская, это крыша. Но швы, то есть они требуют восстановления. То есть стены, когда идет дождь с той стороны, ветер, то полностью стены промокают. То есть по актовому залу вы видели там. А берег устойчивых нет? Берег за два года никуда не ушел. Не ушел, да? Нет. То есть забор как стоял, так и стоит. Депутаты окружного собрания по-хозяйски прицениваются, во сколько окружному бюджету обойдется ремонт здания. В случае его приобретения в собственность округа. Точная стоимость всех затрат будет известна только после проведения соответствующей оценки. По предварительным подсчетам на ремонт потребуется порядка 50 миллионов рублей. Это минус, но есть и плюсы. Например, возможность разместить здесь окружные учреждения, которые на сегодняшний день вынуждены арендовать чужие помещения. У нас есть малый бизнес. Ему тоже мы обязаны каждый год умышленную поддержку предоставлять. И у нас то семь объектов код мы должны включить. То пять, то еще сколько. То есть это ведь тоже варианты. У нас двое арендуют. Это Нинская коммунальная компания и ФРЦ. ФРЦ с гражданами как таковой не работает. Вот это единая бухгалтерия. Они обслуживают. То есть в принципе для граждан здесь не будет неудобства далеко ходить. Нинская коммунальная компания тоже самое. Все платежи в принципе сейчас тоже единая. Вот эта касса есть, центр. И тоже наша наболевшая ГБУ, что называется, кадастровая оценка. Если создавать, даже 10 человек куда-то надо посадить. Вопрос о согласовании приобретения за счет средств окружного бюджета здания обанкротившегося Наринмарстроя был вынесен на внеочередную сессию собрания депутатов. Парламентарии единогласно поддержали решение администрации округа о покупке рассматриваемого объекта недвижимости. Честно говоря, двоякое такое впечатление. Во-первых, действительно там хорошее помещение, хорошие кабинеты, комнаты. Но с другой стороны, мы понимаем, что это здание потребует еще дополнительных финансовых средств на проведение соответствующего ремонта и приведение этого здания в рабочее состояние. Внесение изменений в региональную казну также обусловлено включением ассигнований из федерального бюджета по департаменту строительства на поддержку программ формирования комфортной городской среды в сумме 5,9 миллионов рублей. А также необходимость увеличения по департаменту строительства до стопроцентной обеспеченности по отдельным регулируемым тарифам на 29,5 миллиона рублей на субсидии по частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом. Кроме того, в новой редакции закона о бюджете снижен верхний предел государственного долга от 7,3 миллиардов до 5,8 миллиардов рублей на 1 января 2019 года. Это стало возможным в результате сокращения долговой нагрузки на бюджет, который удалось добиться в конце прошлого и начале нынешнего года. Ирина Нежалова, Леонид Шишелов, Антон Водряков, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». С дорожным сценарием строительства в Нижней Пёше ознакомился в ходе рабочего визита глава региона Александр Цибульский. Вопрос о том, стоит ли вкладывать средства в инфраструктуру самого крупного муниципалитета округа, сегодня не стоит. Здесь совершенно четко понимают, без строительства у села нет будущего. За сравнительно короткий срок в населенном пункте возведено новое здание детского сада, физкультурно-оздоровительный комплекс и, наконец, долгожданная школа. Подробности в репортаже Тимофея Жукова. Первым объектом, который внимательно осмотрел в ходе своего рабочего визита глава региона Александр Цибульский, стал уютный сельский детский сад. Двухэтажное комфортное здание образовательного учреждения, построенное в 2012 году, рассчитано на прием около ста малышей. Среди новостроек села – новое уютное и теплое здание поселковой бани. Сельчане эмоций не скрывают, довольны. За короткий срок в селе построен долгожданный инфраструктурный объект. И, пожалуй, самое для нас главное – построен он качественно и в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом. Строительство объекта велось за счет средств Дополярного района. Объект станет муниципальной собственностью. Сейчас идет оформление всех необходимых санитарных документов. Через месяц новая баня в Нижней Пёше примет своих первых посетителей. В Рио губернатор осмотрел Пёшскую библиотеку, читатели которой пока вынуждены ютиться не в самых комфортных условиях. Старенькому зданию в этом году исполнится 57 лет. Несмотря на возраст и ветхость, этот объект на селе популярен, особенно среди пенсионеров и молодежи. Ощутимая часть книговыдачи – это школьная программа. Также у нас значительную часть читателей составляют люди пенсионного возраста, как работающие, так и не работающие. Они больше склоняются к билетристике и чтению переводики. Сами понимаете, подписка нынче – недешевое удовольствие. И людям, которые не работают, самостоятельно подписку осуществлять достаточно сложно. Они читают из наших фондов. Экспертиза здания проводилась дважды, но вывод специалистов неутешителен. Стоимость капитального ремонта сельской библиотеки будет даже выше стоимости строительства нового здания. А потому выход только один – строить новый корпус. Заведующая библиотекой Юлия Фролова готова на все варианты, вплоть до совмещения этого гуманитарного и популярного в селе объекта с запланированным новым зданием Дома культуры в селе. Как и библиотека, строительство нового Дома культуры для села в приоритете. Старое полувековое здание посреди села по требованию Роспотребнадзора давно на замке. Весь свой вековой функционал оно исчерпало. Но в муниципалитете решили, что оставить земляков без культурных мероприятий и детских танцевальных кружков несправедливо. А потому весь функционал сельского Дома культуры по настоянию сельчан временно переехал в помещение нового ФОКа. Пока окружные власти решат вопросы строительством нового здания, без культурного досуга в селе уж точно никто не останется. И в первую очередь молодежь. Безусловно, это решение можно внести в актив муниципалитета. Надежд на новый культурный объект все-таки не теряют. На самом деле проблема она есть. Нам приходится уйти в спортивном комплексе. На втором этаже нам выделено несколько кабинетиков. И один небольшой, побольше, чем остальные кабинет, где у нас проходят кружки. Кружков у нас довольно-таки много, потому что детям нужно развиваться, детям нужно чем-то заниматься. Поэтому нам иногда приходится, получается, по два коллектива, по два, по три ютиться в одном кабинете. То есть где-то в уголочке у нас там сидят, что-то лепят, мастерят, с другой стороны поют, а с третьей стороны там еще что-то лепят. Проект строительства нового дома культуры совмещен он с библиотекой в числе приоритетных инфраструктурных проектов в округе. В окружном списке он на восьмом месте. Разработка технико-экономического обоснования проекта начнется в ближайшее время. Встреча с жителями прошла в просторном светлом актовом здании новой школы. Старое здание, непригодное к эксплуатации, снесли в Нижнепеши в 2012 году. Почти шесть лет свыше ста шкалеров ютились по нескольким адресам. В здании интерната, в новом фоке и в помещении детского сада. Каждый сами делают? Они сначала делают по отдельности, да, да, сами, с воспитателем. Так делают, и потом оформляются. В прошлом году мечта пешской детворы наконец-то сбылась. Очередной учебный год они встретили в парасторных учебных классах, оборудованных всем необходимым. Всем необходимым, за исключением качественного интернета, которого Нижнепеши ждет уже давно. Глава региона, осмотрев местную участковую больницу, первым делом обратил внимание на работу кабинета телемедицины. Однако связь с окружной больницей наладить не удалось. Как работали? Вы взяли на задуховый шкаф. Медицина работала, но в последнее время не было связи. Вот я не звонила. У нас есть, и в виду мы сгоним, название, но картинка плохая. Картинка плохая, очень. Да, ты созвонишься, да? А где пульт? Вот, не дула, ты просто куда, а нет, как сказать, в виде большого каэта. В Ненецкой компании электросвязи обещают обеспечить муниципалитет качественным скоростным интернетом в этом году. Окружные связисты уже реализовали один из этапов строительства наземного канала от НИСИ до ОМЫ. Создан скоростной канал. Радиорелинная линия – часть крупного проекта по организации резервного канала связи из Нарянмара в сторону Мизени. На очереди – Пёшский сельсовет. Интернета в селе очень ждут, как, впрочем, и реализации других задуманных проектов по благоустройству. К разработке плана своего стратегического развития в муниципалитете приступили, и его график менять не планируют. В народе говорят, что один в поле не воин. Многое удается сделать при взаимопонимании с руководством округа. Что касается Нижней Пёши, то совершенно другой населённый пункт и по количеству жителей, и по качеству инфраструктурного обеспечения. Здесь есть вопросы, которые носят локальный характер, связанный с работой или организацией деятельности того или иного заведения, который, на мой взгляд, довольно легко решается. Есть общие вопросы, которые связаны, скорее, со всеми населёнными пунктами на Западе, или, допустим, по качеству угля, который не только на Западе, но и в других населённых пунктах мы ставим. Вопросы во многом люди ставят одни и те же. Они у нас находятся в работе, и уверены, что в ближайшее время по большинству из них мы ответим и найдём решение. Конечно, есть вопросы, которые потребуют время. Это, в первую очередь, вопросы, касающиеся строительства новых крупных объектов. Здесь всё завязано на бюджетный процесс. Но тоже мы честно, открыто сказали людям, что у нас есть расставленные приоритеты. И сказали, те их объекты, о которых они говорят, они все есть приоритеты на плане строительства, но каждый на своём месте. Мы понимаем, что у нас много населённых пунктов, и в каждом из них есть свои проблемы. Тимофей Жуков, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север», Нижняя Пёша. Первой городской школе и школе в селе Коткино будут присвоены имена ветеранов Великой Отечественной войны Петра Спирихина и Николая Змывалова. Такое решение единогласно приняли на заседание Общественного совета по увековечиванию памяти выдающихся событий и личностей НАО при губернаторе Ненецкого округа. Присвоить первой школе имя ветерана Великой Отечественной войны Петра Спирихина было решено педагогами и школьниками ещё в 2017 году. Всю жизнь Пётр Михайлович посвятил любимой профессии, изучал историю родного края, писал увлекательные очерки и рассказы. Николай Михайлович Змывалов также посвятил свою жизнь педагогике и общественной деятельности. Ходотайство о присвоении к Откинской школе его имени было вынесено на рассмотрение Общественного совета жителями села. Надо обязательно провести открытые уроки, в рамках которых рассказать о тех делах, которыми славны эти люди, которые они сделали для округа. И нам с вами обязательно надо в этом максимально принять честь и рассказать молодёжи. Это примеры, которые сегодня есть перед нашей молодёжью. Они должны имя гордиться, они должны брать с них пример. Они должны стремиться, чтобы их имена также были вписаны в историю нашего округа. Поэтому я, несомненно, и сам поддерживаю, и прошу всех вас поддержать эти предложения и очень активно принять участие в мероприятиях по присвоению этих имен и по дальнейшему пославлению этих людей среди нашей молодёжи. В Ненецком округе имена героев уже присвоены двум школам. С 2016 года школа в селе Великовисочное носит имя воина-интернационалиста Виктора Аншукова. А весной этого года школе села Нижняя Пёша присвоили имя земляка, героя Великой Отечественной войны Алексея Калинина, погибшего в составе героического экипажа Николая Гастелло. Глава региона отметил также, что присвоение школам имён ветеранов войны – это важное событие в жизни округа, должно пройти в торжественной обстановке. Александр Цибульский посетил комплексные центры социального обслуживания. На базе центра работают пять отделений, отвечающих за помощь пожилым людям, детям, инвалидам, гражданам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Такая помощь оказывается на дому в условиях полустационара или стационара. Во время визита глава региона осмотрел оборудование, пообщался с постояльцами дневного отделения, а также встретился с коллективом. Ежедневная забота о пожилом человеке – сходить за продуктами, помочь по хозяйству, доставить медикаменты, оплатить жилищно-коммунальные услуги, работа с участковым врачом, ложиться на плечи социального работника. На сегодняшний день 95 жителей округа получают эти услуги в комплексном центре социального обслуживания. На территории города и посёлка Искателей обслуживается 46 граждан уважаемого возраста, ещё 49 – на селе. Восемь у нас социальных работников на селе, потому что норматив на одного социального работника – шесть обслуживаемых граждан, и пять человек у нас социальных работников в городе, норма – девять обслуживаемых на одного социального работника. Комплексный центр социального обслуживания оказывает и оздоровительные услуги. На базе центра за 18 дней пожилые люди могут получить полноценное санаторно-курортное лечение. У нас есть лицензия на осуществление медицинской деятельности, поэтому по назначению врачей процедуры, которые не противопоказаны, после инсультников у нас очень много, социальная реабилитация и абилитация, мы бы назвали так, потому что здесь одинокие, очень многие уже пожилые граждане находят себе друзей. И в перерывах между получением процедур оздоровительных музеев, вот сейчас они были в соляной пещере, бассейн посещают, в общем-то в туркомплекс выезжают. Гордость комплексного центра соцобслуживания – гидромассажная ванна. Она предназначена для реабилитации людей. Какие-то разные есть варианты массажа или всегда примерно Нет, там идет тот же самый классический массаж, только в воде. И напряжение может быть? Там просто напряжение по 70 давлений, там разные давления от полутора до ребенка и возраста пожилых людей. Кроме этого, в комплексном центре есть и отделение дневного пребывания полустационарного типа. Здесь могут получить поддержку жителей округа, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. За прошедший год таким правом воспользовались 433 человека. Всего отделением оказывается более 40 тысяч различных социальных услуг в год. Это различные водные процедуры, занятия с пенсионерами и детьми. Для детей в 2014 году был оборудован полноценный автокласс. Здесь идет обучение более тщательное правилам дорожного движения. В первую очередь нуждаются дети-инвалиды, потому что у них немножко замедленная реакция. Поэтому здесь коррекционная школа постоянно присутствует, где дети с ограниченными возможностями здоровья. Мы такой прям полноценный, тренажер, да? Да, и, конечно, детские сады к нам. Также для детей оборудована комната отдыха с сухим бассейном, а также различные кружки для развития мелкой моторики. Здесь ребят учат создавать настоящие шедевры из ткани, бисера и других материалов. Это же мне подарок? Да. Ой, спасибо. Сам сделал? Да. Красота какая. Да. Я себе поставлю в кабинете и буду надеяться, что он принесет нам всем удачу. Да? Да. Спасибо тебе большое. Завершился визит в актовом зале комплексного центра, где Александр Цибульский пообщался с коллективом и ответил на интересующие их вопросы. К слову, вопросов было немного. Один из них касался сокращения штата работников КЦСО. Глава региона заверил собравшихся, что никаких сокращений не будет. Очень приятные впечатления, потому что я не первый год езжу по регионам и бывал в подобного рода заведениях. И не всегда на самом деле ты выходишь из таких мест с таким теплым ощущением. Иногда ты выходишь и понимаешь, что какая-то тяжесть внутри, потому что есть ощущение, что те люди, которые действительно нуждаются в нашей поддержке, помощи и тепле, его на самом деле не получают, исходя из тех условий, в которых им приходится пребывать. У вас абсолютно обратная, как мне кажется, ситуация. Но я не говорю про вас, которые действительно искренне, как мне кажется, этим делом занимаются. А по-другому, наверное, такими вопросами заниматься невозможно. В планах на этот год дооборудовать две комнаты для граждан в алкогольном опьянении, а также установить пост охраны. Деньги на это уже заложены в бюджет округа. Александра Литкова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Наши новости можно увидеть на сайте www.trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...